В черный список под снос попали 12 исторических зданий Москвы. Их судьбу сегодня обсуждала рабочая группа комиссии по вопросам сохранения наследия. Ее уже называют несносной комиссией. Заседания проходят в закрытом режиме, а решения все чаще становятся приговором историческим зданиям. На этот раз большинство строений удалось спасти. Комментарии мы получили у представителей Архнадзора, которые были на этом закрытом заседании. Пикет Архнадзора появился у Московского наследия с самого начала работы несносной комиссии. Прохожим давали пояснительные листовки. Из них следовало, что многие дома из вынесенных на комиссию находятся в охранных зонах и обладают исторической ценностью, хоть и стоят уже много лет брошенными. Мы боимся, что решение будет не в пользу этих памятников архитектуры. Мы хотим, чтобы люди, которые принимают решение о сохранении памятников архитектуры, знали, что общество следит за ними, что общественности не все равно. Сейчас этот дом заброшен, как и остальные дома из черного списка. Собственно, комиссия работает по распоряжению номер 1457 от 12 июля этого года о сносе освобожденных домов. Правда, его текста нет на официальном сайте мэрии. Но комментарий по этому поводу мы получили еще в начале недели, когда была попытка сноса дома номер 17 на Тверском бульваре. Он тоже попал под действие этого распоряжения. При согласовании этого распоряженного документа лично мной была внесена поправка относительно этого списка, что в любом случае эти здания могут рассматриваться в качестве объектов сноса только исключительно в случае получения необходимых разрешений в соответствии с порядком, установленном в городе. Необходимые разрешения – это виза Москомнаследия и разрешение комиссии по сохранению наследия. Очевидно, что это дополнение председателя ведомства и спасло Тверскую 17 и дома из сегодняшнего списка. Большинство из них сохранили жизнь. Видя эти однотипные ситуации, при которых большинство этих домов в течение фактически 10, а то и 15 лет стоят вот такими вот отселенными, заброшенными, предоставленными самыми себе, что самыми членами комиссии это стало вызывать возмущение, что местные локальные городские власти, префектуры, управы не заботятся об их сохранении. И они стали уже обсуждать даже идею о том, чтобы комитет об Москомнаследии обратился как-то к Юрию Михайловичу Лускову с призывом побудить местные власти охранять и сохранять исторические здания Москвы, а не выступать с предложениями об их сносе. Среди домов, которые удалось отстоять – Петровский бульвар Дум-5, где жил автор балета «Красный маг» Рейнгольд Глеер. Вот в этих окнах Рейнгольд Морисович прожил 35 лет в этом доме. Это было любимое его место в Москве, любимое место для вдохновения и творчества. Здесь приходили его друзья, такие известные люди, как Рахманинов, Прокофьев, Эрдели, Курилка. Дом – выявленный памятник, но почему-то все равно попал в список под снос. Хотя один из вариантов его использования очереден. Здесь возможно создание филиала Музея музыкальной культуры имени Глинки, где хранится на сегодняшний день самый обширный архив, его нотный архив, фотографический архив, документальный архив. Здесь можно было бы сделать выставочный зал, концертный небольшой зал, библиотеку. Результаты нынешнего заседания, конечно же, позитивны. Правда, речь шла об объектах, которым нет явного инвестиционного интереса. И в случаях сноса тот или иной район Москвы получал просто чистую площадку, потенциально строительную. Несносная комиссия продолжит работу. В списках освобожденных зданий еще много адресов. Евгения Твардовская, Александр Фетисов, Денис Красенков. Новости культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова